Я рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Оля. Я стройняю не спеша с веса. 115 килограмм. На сегодня мой вес 97 с хвостиком. И чтобы стройнить, я считаю калории. То есть я стройняю на дефиците калорий. И поэтому я придумываю какие-то такие низкокалорийные блюда. И вот придумался мне такой рецепт. Вот вы думаете, это винегрет? Да, конечно, это винегрет. Но это не простой винегрет. Тут нет картофеля, но зато добавлен обжаренный кабачок и болгарский перчик. Кому интересно, оставайтесь со мной. Да, калорийность этого винегрета всего лишь 51,4 килокалории. Будем готовить. Итак, что нам понадобится для винегрета для стройнеющих? Значит, свекла, естественно, основа винегрета. Она у меня сейчас варится. Морковочку я уже вытащила. Она сварилась. Лук. Замариновала предварительно. Лучок я для салата всегда мариную. Но вы знаете, кто не любит лук в винегрете, можете не класть. Здесь у меня, значит, была теплая водичка. Чайная ложка сахара, пол чайной ложки соли и винный уксус. Добавляю. Лучок режу вот так вот и мариную. Капуста квашеная. Сейчас 5 октября. Капусточка у меня прошлогодняя. В этом году мы ее квасить не будем. Что-то мы ее есть перестали, но вот осталась у меня банка. Я ее решила использовать. Она была кисловатенькая, поэтому я ее промыла. И вот она у меня сейчас в ситечке стекает. Также болгарский перчик решила добавить, потому что его полно. Зеленый горошек. Ну, какой же вне грет без зеленого горошка. Огурчики вот мои, маринованные. Там, кстати, у меня еще есть перчик. Я, может быть, тоже добавлю. И кабачок вместо картофеля. Кабачок я порежу кубиками и обжарю вот на таком масле. А потом еще в сам венегрет, естественно, добавляется вот такое ароматное масло. Итак, значит, свекла у меня варится. Морковка уже остывает. Сейчас я очищу, нарежу кабачок и обжарю его. Так, перчик нарежу и буду нарезать остальные ингредиенты. Вес всех ингредиентов я записываю, чтобы посчитать потом КБЖУ. Вы знаете, открыла. Слышите, как хрустят. Ну, обалдеть. Кстати, рецепт, как я делаю огурчики, которые у меня получаются всегда, никогда не мутнеют, не взрываются. И на вкус абсолютно, как те вот раньше советские болгарские огурчики, будет в подсказках. Рецепт, которым пользовалась еще моя мама, моя бабушка. И он никогда меня не подводит. Пять небольших огурчиков я взяла. Вот такими кубиками я порезала кабачок. И так как салат это такое блюдо, которое не подлежит уварке-ужарке в кулинарном калькуляторе, сначала я обжарю кабачок и посчитаю его калорийность. Потому что все остальные ингредиенты в салате будут уже учитываться в чистом виде. Вот у меня уже свеколка сварилась, остывает. Значит, на сковороду я наливаю оливковое масло. Масло все-все учитывается. Кстати, кабачок будет уже обжаренный. Поэтому масла я буду добавлять меньше уже в сам готовый винегрет. Кабачок я немножко присолю. Вот такой солью с приправками. Можно просто немножко посолить и добавить приправки, если вы хотите, по вкусу. Там черный молотый перчик или кориандр, ну кто что любит. А можно ничего не добавлять, просто немножко присолить. Обжариваю кабачок на сильном огне, без крышки, помешиваю и до готовности. Пока чистила свеклу, напробовалась. Ох, это сладкощая! Все, записала вес всех ингредиентов, осталось все дорезать. Кстати, свеколку, вот если она такая же, небольшая, некрупная, на яйцерезке прекрасно можно резать. Немножко посолила. Добавила 40 грамм ароматного нерафинированного масла. И вы посмотрите, что за красота получается. Яркий! Все цвета радуги, как говорится. Сейчас занесу все данные в кулинарный калькулятор и посчитаю КБЖУ. И вот, что в итоге у меня получилось. 51,4 килокалории на 100 грамм. 1,4 белки, 2,5 жиры, 5,9 углеводы. Для интересу, для сравнения, я просто в интернете набрала калорийность винегрета. Там вышло 130 килокалорий. Я уж не знаю, какими там они, как считают. Ну, картошка, видимо, конечно. Но вот за счет того, что у меня очень много низкокалорийных ингредиентов, это и перчик сладкий, и квашеная капусточка, огурчики. Вот так и получается. И он очень вкусный. Кому понравилось видео, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. Ваша Оля.